Оскольченко осуждена за неизгладимое обезображивание лица своей знакомой. Редкую статью Уголовного кодекса Староскольский городской суд применил при рассмотрении конфликта между двумя заклятыми подругами. Подробности в следующем материале. Год назад конфликт между двумя оскольчанками в одном из местных ночных клубов закончился весьма печально. Пострадавший был нанесен удар в лицо пивным бокалом. Фактически по истечению года судом была поставлена точка в данном уголовном объявлении. Что хочется отразить? О том, что события произошли, как ни странно, между двумя девушками. Фактически спонтанно, беспричинно. Орудием преступления ввелся бокал из-под напитков, которым одна девушка причинила другое телесное повреждение. Пункт З, части 2-й, 111-й статьи Уголовного кодекса в судебной практике применяется довольно редко. Доказать факт неизгладимого обезображивания лица непросто. Данный эквализирующий признак, он очень такой своеобразный. Законодатель не делает четких границ, значений, понятий данного признака. То есть данный признак остается на усмотрение суда. То есть если суд усмотрит данный признак, то он будет. Не усмотрит, значит его не будет. Подсудимая 1986 года рождения свою вину не признала. По ее версии, пострадавшая сама упала лицом на бокал. И даже привела свидетеля. Однако суд к этим показаниям отнесся критически. Более того, прокуратура намерена привлечь знакомую обвиняемую к уголовной ответственности. Задачу заведомо ложных показаний. В итоге приговор суда суров. Два года исправительной колонии общего режима. Страна вине, в принципе, с данным решением согласна полному объему. Поскольку осужденная в настоящий момент девушка, местная жительница, никаких мер для разглаживания вреда не предпринимала. Вела себя дерзко, как в ходе принеследствия, так и в судебном свидании. Она выстраивала различные версии о своей непричастности, о том, что потерпевшие были причинены лицам повреждения не ее действиями, а именно по неосторожности потерпевшие. Согласна с решением суда и пострадавшая. На мой взгляд, это очень справедливо. Целый год от нее не было никаких извинений, никаких звонков, чтобы извиниться. Ничего совершенно. 36-летняя оскольчанка попросила не показывать ее лицо со шрамом. Рубцы остались в области переносицы, спинки носа и века. Кроме того, ударом у нее был выбит зуб, а при падении она сломала руку. Я даже не пахала со своей компанией. Она рядом кружилась. Ну, то есть я ее уже давно знаю, она меня знает. У нее сложились ко мне неприязненные отношения. И тут она, видимо, дождалась момента, когда может что-то мне нагадить. Даже не было никакой ссоры, если честно. Просто человеку не понравилось, что я ей сделала замечание, похлопав по спине. Ну, по плечу, что аккуратнее там. И в какой-то момент она неожиданно для меня через несколько минут это сделала. Она замахнулась на меня пусым стаканом пивным и разбила его об лицо мое. У меня было шесть швов. Это было неожиданно для меня. Я не ожидала, что у людей может быть такая агрессия. Впереди 10 дней новогодних каникул. О необходимости сохранять здоровье и разум предупреждает не только Минздрав. Хочется в преддверии всех праздников новогодних призывать граждан, наших жителей о том, что необходимо отдавать отчет своим действиям, чтобы алкоголь не задурманивал рассудок. И все-таки праздники прошли с положительными эмоциями, а не заведения в различных забольницах или в отделении полиции. Анна Семенова, Оксана Шиманович, Алексей Грачев, Евгений Левошко, Денис Остапенко, 9 канал.